Приветствую вас. Первое, что хочется вам сказать, то, что вы не говорите о любви, когда ожидаете от человека каких-то перемен. Вы не говорите о любви, когда хотите, чтобы человек изменился. Вы не говорите о любви, когда не можете принять сущность вашего мужа. Не говорю, что это плохо, что вы не можете принять сущность вашего мужа, я просто говорю, что это не совсем любовь. Любите вы ту некоторую часть своего мужа, которая вас привлекает, но по большому счету глобально это не любовь. Идея заключается в том, что поменяться мужчина может, конечно, но только при условии, если будет устранена причина. Как сказал мой коллег. Игорь Летучий. Причина. Если есть причины, то, в принципе, если понятны причины, то можно что-то изменить. А вот без причин изменить мало, что возможно. Поэтому просто так, просто так. В перемену невозможно. У мужчин. Это первое. А сейчас второе. Второе. Вы требуете от него изменений. Да? Вы хотите, чтобы он изменился, вы говорите о том, что снова и снова вы его прощали, вот. Но, собственно, а что вы меняли, что вы меняли в своих отношениях? Вот вы говорите, что мы мирились и так далее. Что вы меняли в своих отношениях? Если ничего не менять, всё так и останется. Дальше. Вы говорите, что я позволила ему вернуться домой, хотя я не хотел его возвращения. На мой взгляд, это странно. Вы всё-то делаете против своего. Ну и, наконец, последнее. Любовь к нему. Что вы вкладываете в это понятие? Понятие любви к нему. Дальше. Вы пишите, что дала месяц на то, чтобы заслужил прощение. Понимаете, прощение само по себе звучит, представляет из себя прощение, это принятие. Прощение — это принятие. Понимаете? Прощение человека — это принятие человека. Итак, прощение человека никак не может быть связано с условием, а вы, извините, эти условия ставите, о каком же прощении в таком случае идет речь? Дальше, я отпустил его спокойно, это очень важный момент, значит, я отпустил его спокойно, через рентгель он захотел вернуться, в итоге через рентгель мы сошлись, хотя я уже не хотел его возвращать, ну вот это противоречие, сошлись мы, кто мы, непонятно, вы не говорите, что я позволил его, или я захотел исключайтесь, тут противоречие, его нужно разрешить. Так, далее недоверие, недоверие, то есть вы за ним следите, вы проверяете его с недоверием. недоверие, это попытка заместить обеценивание своих чувств, чувствами и отношением другого человека. Доверие возможно, когда человек доверяет себе, и вам нужно раз и навсегда за себя решить, каким является человеком ваш муж, что он на себя представляет. Ваш муж действительно вас предавал, только потому, что он говорит, он понимает, что поступать не очень хорошо, но вот над причинами, почему-то никто работать не хочет, в том числе и вы, опять вы говорите, вымолил прощение, то есть вы жертвы здесь. А помню, что вы хотите его простить, вы не пишете. А вы пишете, ему всегда будет хотеться новых эмоций и срасти, ведь мы с ним уже давно, и таких чувств у нас давно нет. Так давайте работать с этим, чтобы они были. Это возможно, чтобы находиться друг с другом в гармонии, и в гармонии с самим собой. Как можно находиться в гармонии друг с другом, если вы не находитесь в гармонии с собой. Ну и мужчина, соответственно тоже. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешит. Спасибо.